О том, что КАМАЗ разрабатывает целое семейство беспилотных карьерных самосвалов, в набережных Челнах говорили давно и открыто. А сейчас грузовик под названием Юпитер впервые показали публике. Но не широкой, а членам совета директоров завода. Поэтому не удивляйте, что нам придется показать лишь несколько снимков новинки. А на видео 30-тонный грузовик перекрыт группой людей, теми самыми членами совета директоров. Итак, перед нами 9-метровая полноуправляемая полноприводная машина, у которой ни спереди, ни сзади, в силу полной автономности, нет кабинного модуля. Так что для погрузки и разгрузки самосвалу не нужно разворачиваться. В плане техники автомобиль оснащен 12-литровой КАМАЗовской шестеркой нового поколения. Она вращает генератор, который заряжает аккумулятор и питает два электромотора. Сейчас КАМАЗовцы, которым ассистируют инженеры МГТУ имени Баумана, занимаются настройкой беспилотника. Как только этот процесс будет закончен, машину передадут кемеровскому угольному разрезу Черниговский. Впрочем, проект Юпитер — это, мягко говоря, отдаленная перспектива. А прямо сейчас задача КАМАЗа — выстоять под давлением санкций, так как Минфин США ввел против компании блокирующие ограничения. В санкционный список также попали нефтекамский автомобильный и тутаевский моторный заводы. Впрочем, для них предусмотрена полугодовая отсрочка, но только по сельскохозяйственным машинам. Адресные американские санкции могут затруднить закупку любых импортных компонентов, включая китайские. Сейчас банки Поднебесной стараются не проводить платежи для предприятий, которые потенциально могут стать объектами вторичных санкций, чтобы самим не попасть под них. Между тем, из набережных Челнов ушел концерн Кнор Бремза, знаменитый тормозными системами для коммерческого транспорта. В России немцы имели совместное предприятие, которое теперь перешло под контроль второго партнера – КАМАЗа. Пресс-службе грузового автогиганта телеканала «Автоплюс» уточнили, что Челнинский завод продолжит выпускать тормозные системы, невзирая на смену собственника. Основным потребителем механизмов является, собственно, КАМАЗ. Кстати, его можно назвать рекордсменом по количеству всевозможных СП. Им были созданы ЦФ КАМА с компанией ЦТФ, Камминс КАМА с фирмой Камминс, а также Федерал Могул КАМА и Кнор Бремза КАМА с концернами Федерал Могул и Кнор Бремза, соответственно. Пока стала известна судьба лишь только последнего. Во всяком случае, о прекращении работы ООО Камминс КАМА ранее заявлял только директор ателье РИАД, придворного доработчика грузовиков КАМАЗ. Продолжение следует...